Проблема незаконной миграции уже стала чумой 21 века. Жители стран, охваченных воинами или неспособных создать достойный уровень жизни, уезжают. За последние годы Ближний Восток и Среднюю Азию покинули миллионы человек. Большинство отправилось в Европу. Тем временем доклад Интерпола свидетельствует, около 90 процентов мигрантов попадают в страны ЕС при содействии преступных группировок. Немало незваных гостей просачиваются и в Россию, причем многим помогают наши же соотечественники. Это при том, что организация незаконного въезда на территорию страны карается штрафом до 300 тысяч рублей и даже ограничением свободы. Считаю, что это не их незабота, но проверять документы, смотреть закон, человек незаконно находится. В связи с этим и возникают вот эти вот вопросы, что находят подпитку от нелегальной миграции, потому что сами граждане некоторые и занимаются, платят им зарплату, дают им кровь и жилье. Федеральные органы России работают по проблеме незаконных мигрантов сообща. С начала года в Одинцовском районе прошли уже семь крупных оперативных мероприятий. Силвяков ждал немалый улов – 308 человек, находившихся на территории области незаконно. Объектами проверок являлись общежития, общественный транспорт, места массового скопления иностранных граждан в области строительства, торговли, общественного питания. По результатам проведенных проверок выявлено более 350 нарушений миграционного законодательства. По свидетельствам общественных организаций, в 16-м году приток незаконных мигрантов снизился. Среди причин называют сложную экономическую ситуацию и работу правоохранительных структур. Есть тенденция, и люди замечают объективно, что количество мигрантов, по крайней мере на улице, и вот перед глазами их стало меньше. Это замечают все. Правоохранители Одинцовского района работают в тесном взаимодействии с общественниками. Совместные рейды регулярно выявляют незаконную деятельность. Сейчас закрываем мы въезды.